Воскрес! Очень рад быть у вас, и у вас очень хорошо. Я только пожалел, что забыл носовой платок, потому что от присутствия Божьего слезы потекли рекой. Знаете, когда приезжаешь, посещаешь другую церковь, тебе предлагают проповедовать, как-то волнуешься, и сразу хочется собрать все сливки, и того, что ты когда-то получал от Господа, переживал, и хочется блеснуть так, чтобы не ударить в грязь лицом. И я как бы размышлял об одном слове, которое я хотел бы с вами сегодня поделиться. Но сегодня утром, когда я проснулся, знаете, вот Дух Святой очень ярко проговорил в мое сердце, и так начал говорить со мной на одну важную тему. И я как бы не хотел об этом говорить, я думаю, отложу это потом, а сейчас, когда Дух Святой наполнил меня, я почувствовал, что опять Господь возвращает мои мысли к этой теме, и я поделюсь с вами об этом. Знаете, вот Бог, Он дает нам определенные стандарты, которых нам очень важно придерживаться, которые нам нельзя занижать, потому что, если мы их понизим, от этого потом могут быть впоследствии довольно серьезные проблемы. Вот в Третьей книге царств, в 14 главе, с 25 стиха написано, «На пятом году царствования Раваама, Сусаким, царь египетский, вышел против Иерусалима и взял сокровища Дома Господня и сокровища Дома Царского, взял и все золотые щиты, которые сделал Соломон». И вот интересно, так описано, понятно, что там была война, но описано так, как будто бы он все это взял довольно легко. Пришел и взял, не написано, завоевал, захватил, пришел и взял, смотрит, ой, еще щиты золотые, и щиты позабираю. И знаете, вот проблема, народ израильский претерпел определенное, такое, знаете, вот расхищение, утрату. И как они вышли из этой ситуации? В 27 стихе написано, «И сделал царь Раваам вместо них медные щиты и отдал их на руки начальникам телохранителей, которые охраняли вход в дом царя». Все, решили проблему, ну, золото слишком дорого, сделаем медные щиты. Внешне ничем не отличается, немного больше плотских усилий, и они будут блестеть, как золото, и внешне не будут отличаться. И вот иногда мы вот так думаем, что вот главное, мы сохраним форму, чтобы все было как положено, но прежняя ценность уходит. И знаете, вот для нас хорошо, лучше завысить немного стандарты, чем их понизить. Допустим, у нас, когда формируется очередная пара супружеская, то я им даю наставление, я им говорю, что до тех пор, пока вы не вступите в брак, все телесные близости, которые мы вам позволяем, это только браться за ручку друг с другом, и все. Но знаете, ну, практически все в один из периодов их помолвки, они приходят и говорят, пастор, мы хотим исповедаться, мы целовались. И знаете, ну, я их как бы так выслушиваю, строго их отчитываю, вот, но, как бы, я понимаю их, но если бы, допустим, стандарт понизить, то планка могла бы потом упасть еще ниже. И для нас очень важно сохранять те ценности, которые Бог передал нам. Потому что есть такое понятие, как отступничество. И когда человек отступил от Бога и начал делать грех, то такой человек считается мертвым. В Библии написано, что все мы были мертвыми по нашим грехам и преступлениям, когда Господь нас спас. Но также у Иуды написано, что есть люди дважды умершие. Они когда-то были умершими, их Господь спас, а потом опять они умерли, опять возвратились к прежним делам. Но вот знаете, возвращение в грех начинается не сразу. И поэтому немногие из нас бьют тревогу тогда, когда начинается проблема. И вот хотелось бы затронуть такой небольшой симптом, с которого начинается вот это падение. Иуда, начиная свое послание, говорит такие слова. Это третий стих послания Иуды. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру, однажды преданную святым. Он говорит, я почитал, я подчел за нужное написать вам увещание подвязаться за веру. Вот хотелось бы на этом заострить внимание. Что значит подвязаться за веру? В послании к Ефесянам, в 4 главе, в 28 стихе, говорится об образе жизни, который должен вести христианин. Написано, кто крал, впредь не кради. Но этого недостаточно. Недостаточно, чтобы христианин, который когда-то крал, просто воровать перестал. Написано, что он должен начать делать противоположное. Написано, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающимся. Не просто перестать воровать, но трудиться своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. То есть наши дела, они должны быть больше, чем просто перестать делать что-то плохое. И в библейской терминологии это понятие еще освещается в таком смысле, что нужно совлечься с ветхого человека, с делами его. Это старая жизнь, когда мы воровали. Обновиться духом ума. Это мы перестали воровать и поняли, что это плохо. Но теперь нужно еще и начать делать наоборот. Это есть обличение во Христа, когда мы трудимся своими руками и уделяем из чего-то того, что у нас есть нуждающимся. Неверующие люди воруют и радуются, когда они у кого-то украли и их не заметили. У нас один брат рассказывал, он присутствовал в одном городе на ночной молитве и у него не было денег, чтобы вернуться назад. Он говорит, я мог бы попросить у знакомых людей, они бы мне помогли, но мне хотелось от Господа. И он говорит, я молился на этой ночной молитве, и ко мне кто-то подошел и всунул мне что-то в карман. Я посмотрел, там была сумма денег, которая была мне нужна. Я думаю, интересно, такие святые карманники. Знаете, раньше вытаскивали из карманов, а теперь тихонечко, чтобы никто не заметил, чтобы левая рука не знала, что делает правая. Тихонечко, хоп, положили в карман. Слава Богу за тех людей, которые имеют чувствование. И знаете, вот такие поступки человек может совершать, только когда он поступает по вере, когда у нас есть вера, и она движет нами. Мы способны совершать большее, чем просто не делать чего-то плохого. К этому нас побуждает вера. И сегодня утром, знаете, вот Дух Святой напомнил мне одно место из Писания, в первом послании к Тимофею, 4 глава, 1 стих, где говорится, «Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». И знаете, сегодня утром я почувствовал, что Дух продолжает ясно об этом говорить. Что последние времена будут ознаменованы тем, что отступят некоторые от веры. Не написано, что они отступят от Христа, от Бога, впадут в грех. Просто вот такое интересное отклонение. Отступят некоторые от веры. Почему они отступят от веры? Потому что начнут слушать не тот голос. Библия говорит, что вера является результатом слушания. Вера от слышания, а слышание, наше с вами слышание, должно быть от Слова Божьего. Если мы перестаем слушать то, что говорит Слово Божье, мы начинаем голодать, и нам нужна пища. И тогда мы начинаем слушать духов обольстителей, и начинаем слушать лжесловесников, сожженных в совести своей. Кто такие лжесловесники? Это те люди, которые говорят слова, а жизнь их этим словам не соответствует. И вот это и есть отступление от веры. Это начальная стадия отступления, когда уста твои говорят хорошие вещи, правильные вещи, а поступки говорят об обратном. Мы не просто не должны не воровать. Мы не просто должны не воровать. Мы должны научиться трудиться своими руками, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Это наступательное освящение такое, знаете, вот наступательное христианское продвижение, не просто пассивное занимание обороны. Вот я не грешу, и мне хорошо, а движение вперед, чтобы изменять этот мир и отступить от веры. Это не жить в соответствии со своими верованиями, говорить одно, а жить совершенно по-другому. Потому что у веры, для того, чтобы вера была результативной, действенной и продуктивной в нашей жизни, она должна пройти через определенные этапы. Иначе апостол Иаков говорит о том, что вера может быть какой? Мертвой. И он приводит такой интересный пример. Как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Так вот, вера является духом дел, а дела являются телом веры. Понимаете? И вот, если тело не имеет духа, оно какое-то время может сохранять хорошую форму. Оно еще какое-то время может быть теплым. Какое-то время, короткое время, могут еще глаза блестеть у этого тела, а потом постепенно потускнеют. Какое-то время тело будет еще мягким. Потом оно начнет затвердевать, потом начнет источать нехороший запах, потом начнет разлагаться. Если от мертвого тела не избавиться, то это мертвое тело, оно заразит всех, кто будет находиться рядом с этим телом. И как нам не печально, допустим, потерять близкого человека, мы все равно понимаем, что нужно расставаться с телом, потому что тело без духа мертво. И вот Слово Божье предупреждает нас, что в последнее время отступят некоторые от веры. Наше духовное тело теряет дух, и какое-то время мы еще можем сохранять правильную форму, правильный вид. Но это временное поведение. Есть такое понятие, как описывается состояние людей, гортань их, открытый гроб, языком своим злословят, яд аспидов на губах их. Иисус когда-то говорил о книжниках и фарисеях, что вы подобны окрашенным гробам, вы снаружи красивые, украшенные, все нормально, но внутри полны всякой нечистоты. И вот Господь предупреждает нас, чтобы нам сохранять правильную позицию перед Ним. Во 2-м послании Коринфянам, в 4-й главе, в 13-м стихе, говорится, вот подтверждение той истины, что вера является духом наших дел. Но имея тот же дух веры, как написано, я веровал, и потому говорил, и мы веруем, и потому говорим. Здесь говорится, что имея тот же дух веры, мы веруем, и потому говорим. Мы веруем, и потому говорим, проповедуем, общаемся друг с другом, свидетельствуем другим людям, потому что мы веруем священному писанию. И это есть дух веры. Но апостол Иаков, ощущая определенную такую опасность, витающую в христианской среде, ведет какой-то такой, знаете, странный спор с невидимым оппонентом. И он задает вопрос, ты говоришь, что ты имеешь веру, а я тебе говорю, что я имею дела. И он говорит, покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Потому что, если ты говоришь, что у тебя есть вера, а дел нет, он говорит, тогда твоя вера мертвая. У тебя есть вера, но она мертвая. И Иакова 2, 26 говорит, ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва. Вернуться к вере, это означает жить в соответствии с тем, о чем ты проповедуешь. И, становясь на такую позицию, мы восстанавливаемся и возвращаемся к тому положению, в которое Бог нас поставил и в котором Он желает нас видеть. Наши щиты, они должны быть золотыми. Это дорого, но Бог установил такой порядок, такой стандарт. Они не должны быть медными, они не должны быть наполированными человеческими усилиями. Они должны сохранять свидетельство Божьей святости и Божьей благодати. Апостол Иаков говорит о том, что Авраам оправдался делами веры. Он говорит, не делами ли оправдался Авраам? Авраам верил Богу и он почувствовал побуждение в своем сердце. Представьте, это очень трудно, это очень тяжело. У Авраама был единственный, ну, как, не единственный, но обещанный, ну, единственный, которого он любит, так сказать, потому что Бог ему сказал, Авраам, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, потому что, ну, Бог сказал ясно и четко, потому что, если бы Бог сказал, Авраам, возьми сына твоего, ну, я бы на месте Авраама взял бы Измаила. Вот, а он конкретно сказал, кого взять. И представьте, Авраам шел три дня молча. Он три дня переживал ужасную борьбу. Это ужасно, знаете, и Исаак, некоторые богословы, ну, я не знаю, как бы я не проверял этот момент, но некоторые богословы говорят, что Исааку было около сорока лет, но в любом случае, сколько бы ему не было, он был достаточно самостоятельным, чтобы идти вместе с отцом, для того, чтобы вместе с отцом подняться на гору. И знаете, вот Исаак идет и говорит, пап, ты знаешь, я, конечно, все понимаю, вижу, есть дрова, вижу, вот, нож мы взяли, а где агнец? И он, и представьте, и у Авраама внутренняя борьба, потому что это ужасно, поступать так или не поступать, может быть, не поступать так, ну, просто вот остаться хорошим человеком, остаться вот человеком, проповедующим правильные вещи, Авраам идет и говорит ему, не переживай, сынок, Господь усмотрит себе агнца. И он до последнего момента, он был настроен решительно. И знаете, это не было состояние сердца Авраама, что он, он знал, он где-то там с Богом договорился, может быть, они Исаака хотели проверить, или у него достаточно был хороший духовный опыт, он понимал, что Бог не оставит, все будет хорошо, он был готов к серьезным действиям, но он верил. И знаете, он верил в крайность. Написано, что он не верил в то, что, возможно, Бог сохранит его сына. Он верил в то, что Бог способен воскресить его из мертвых. И вот эта вера двигала им, чтобы оставаться верным Богу и продолжать находиться в послушании. Знаете, вот, когда из нашей христианской жизни уходит борьба, уходит страх какой-то, знаете, вот, ну, волнение, переживание какое-то, это серьезная опасность. С этим состоянием жить очень тяжело, оно тебя мучает, ты чувствуешь постоянное побуждение кому-то засвидетельствовать в неподходящий момент, кого-то чем-то благословить из последнего, из того, что у тебя осталось. И это мучает тебя. Ты как будто бы, ну, уже устал от этого, хочется как-то все это забыть. Но, знаете, когда проходит определенное время, и ты остаешься верным Богу, и сохраняешь вот все те побуждения, которые Господь в тебе производит, спустя время, когда ты оглядываешься назад, ты имеешь удовлетворение. И у тебя есть хорошая база для того, чтобы свидетельствовать другим людям, поделиться вдохновляющим свидетельством. И кто-то может сказать, о, какой ты молодец, и ты можешь от этого испытывать определенное удовлетворение. И вот эти все вещи, через которые Бог проводил тебя, все вот эти испытания, они в конце концов становятся величайшими сокровищами в твоей духовной шкатулке, которыми ты очень сильно дорожишь. Что же нам делать, если вот все-таки мы остыли, все-таки мы стали пренебрегать голосом Божьим, перестали слушать то, что говорит нам Слово Божье, то, что говорят проповедники, начали слушать каких-то духов обольстителей, которые начали навязывать нам какие-то мнения. Сегодня существует масса различных учений, различных лжесловесников. Сегодня такое время, как никогда, можно найти абсолютно любую информацию, абсолютно любого проповедника, практически любую проповедь, все, что угодно можно сегодня найти. И сегодня такое время, что как никогда можно найти любых учителей, которые и льстили бы слуху, и одобрили бы все, что угодно, абсолютно любой образ жизни, и даже подтвердили это священным писанием. Но есть вера, есть вот определенное состояние веры. Когда ты двигаешься в вере, это всегда внутренняя борьба. Когда ты идешь в вере, ты всегда первопроходец, ты всегда идешь по тем местам, где никогда никто не ходил. И даже если кто-то тебя направил туда и ну как бы ободрил тебя, вразумил, что все будет хорошо, все равно кажется, что все будет очень плохо, когда ты идешь по пути веры до тех пор, пока ты не доходишь до конца. Потому что у веры есть и начало, и у веры есть конец. Начало веры это слышание, когда мы услышали с этого момента начинается вера, а конец веры это когда мы достигаем определенного результата, к которому мы призваны. И вот возвращение к вере происходит следующим образом. Не нужно для того, чтобы возвратиться к вере уехать за море куда-нибудь в Америку или в Торонто или еще куда-нибудь, где мы услышали, что происходит какое-то движение, какое-то действие. Не нужно пригласить большого великого проповедника, который бы помолился за нас и он бы возвратил нас к вере. Нет, возвращение к вере происходит не так. В послании к римлянам в 10 главе с 6 стиха написано «А праведность от веры так говорит «Не говори в сердце твоем, кто взойдет на небо, то есть Христа свести, или кто сойдет в бездну, то есть Христа из мертвых возвести». Но что говорит Писание «Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем», то есть слово веры, которое проповедуем. Когда мы находимся на таком этапе, что мы только лишь отступили от веры, возвращение осуществляется несложно. Не нужно опять сводить с неба Христа, не нужно опять возводить Его из мертвых, не нужно куда-то ехать, не нужно чего-то искать, Библия говорит, что близко к тебе, в устах твоих, в сердце твоем вот это слово веры, которое мы проповедуем. Просто возвратись к тому, что ты говоришь другим. Потому что, знаете, я сам проповедник, я сам пастор, я скажу вам, давать советы намного легче, чем практиковать их самому. И когда к тебе приходят люди и просят у тебя совет, то ты вдохновляешься и исполняешься, знаете, такой премудростью, и так наставляешь их, и они говорят, спасибо, пастор, спасибо, пастор, и ты думаешь, какой я мудрый, у меня есть слово для всех, но когда ты сам попадаешь в определенную проблему, хочется самому найти того, кто тебя бы наставил, вы знаете, у меня так часто бывало, когда попадая в определенные ситуации, Бог напоминал мне то слово, которым я наставлял того или иного человека, и вы знаете, в тот момент, когда он напоминал мне это слово, я думал, да не, но это не для меня, это для него, в моей жизни не так, но вы знаете, я думаю, я поступлю так, как я наставлял это действует, и вот для нас очень важно, чтобы мы не просто говорили определенные вещи, а чтобы мы их исполняли, чтобы мы соответствующе поступали, тогда наша вера будет живой, тогда наше Евангелие, наше служение, оно будет действенным, тогда оно будет приносить определенный плод.